Понятно, что миграция в Европу придумана американцами для цели ликвидации европейских национальных государств, даже пускай они союзники. Задача простая, ликвидировать европейские национальные государства, потому что, будучи ликвидированными, они тогда точно не поднимут голову против своего сюзерена Вашингтона. Американское управление и подразумевает размывание национальной идентичности не только у колоний, но и у вассалов. Потому что если нет немецкой идентичности, нет немецкого сопротивления. Нет французской идентичности, нет французского сопротивления. Для того, чтобы подавлять возможные бунты вассалов, что надо делать? Снижать идентичность национальную. Что они делают? Организовали мощные иммиграционные потоки, требуют включить Турцию в состав Евросоюза. Это же американское требование. В Евросоюз Турции не входит, а американцы требуют ее туда включить. То есть, задача американцев бороться с идентичностью всех народов и колоний вассалов, но в том числе и вассалов. В данном случае на территории Германии, Франции и так далее. Именно поэтому они организовали через свои подконтрольные власти на вассальных территориях миграционные потоки. В Германию где-то 20 миллионов мигрантов приехало и все остальное. То есть, это технология. Федеративная республика Германии отказалась от обмена секретными данными Соединенными Штатами Америки и странами Евросоюза. Это им чем грозит? Да это все неправда. Меркель, представитель правительства, дала команду спецслужбам, которые в Германии с 1945 года подчиняются Соединенным Штатам Америки напрямую. Как мы это знаем, в том числе на основе материалов, которые имеются. Ну, посмеются эти генералы немецкие, да и все. Над ангелой. Но она это сказала, потому что у них там выборы, потому что так надо, потому что это требует немецкий народ. Но народ может требовать чего-то угодно. Но немецкие, военные и немецкие спецслужбы, они являются филиалом Центрального разведуправления и филиалом Американского Министерства обороны. Вот и все. И в принципе, плевали они на свою Меркель. Плевали на нее. Потому что они не оттуда получают источник своей должности и свою карьеру. Не от немецкого правительства. Они свои должности, свою карьеру и свое мировоззрение и отбор получают от американцев. Германия такая же колония. Кстати, у них тоже есть национально-освободительное движение. Они тоже пытаются поставить вопросы и возврата и золотого запаса, и права управления своей территорией. И пытаются убрать американские оккупационные части. В отличие от России, там прямые американские воинские подразделения стоят, оккупационные. Как будто от того, что они раньше в этих же базах назывались оккупационными подразделениями США на территории Германии, а теперь те же базы, те же воинские части называются просто базами, что-то изменилось. Ну просто смешно. Люди наивные такие. Люди говорят, что Германия же в НАТО входит, поэтому там стоят американские и английские войска. Ну ясное дело, что можно красиво все нарисовать на заборе. А на самом деле, мы же знаем, что там за забором лежит. Ну да, сказали, что вы входите в НАТО в качестве вассалов. Вот есть Сузерен в Вашингтоне, а есть вассал. И вот вам, вассалам, позволено входить в НАТО. Но как мы видим на деле, и вот в том числе с этим скандалом, который раскрыл Сноуден, это все фикция. Это просто вассальные подразделения. Продолжение следует...